сегодня хотелось бы поговорить о gsm сигнализация беспроводного типа производства китай коих великое множество и на алиэкспресс можно сейчас приобрести недорого комплект и в российских интернет магазинах очень много с виду разных на самом деле одинаковых сигнализаций активно рекламируются их достоинства но это не упоминают их недостатки сегодня как раз мы и поговорим о недостатках как можно вскрыть данную сигнализацию какие слабые места у нее есть ну внешний вид сигнализации может быть и такой может быть какой-либо другой принцип тоже самый они бывают с дисплеем без дисплея в комплекте всегда датчик движения датчик для двери два пульта сирена и источник питания ну и сам сама панель центральная в общем как работает данная система соответственно с брелка посылается сигнал по радиоканалу он приходит на панель панель распознает его как свой и соответственно выполняет команду то же самое от датчиков приходит то есть в обратную панель ничего не присылает то есть канал односторонний то есть только от датчиков от пультов к центральному устройству работают они все на частоте 433 мегагерца это разрешенный диапазон у всех он одинаков соответственно код статический самый простой обычный нет никак не защищен нет копирования не от подмены и так далее в общем самый простой который еще 80-х годах для телеуправления использовали в общем-то как безопасность дела обстоят у этой сигнализации в общем-то они обстоят неважно мягко говоря любой трехлетний ребенок может обезвредить ее защитные для чего ему понадобится всего лишь такой брелок вот я сейчас этот брелок записан в память а это я удалил из памяти соответственно стоит мне нажать любой брелок и на 2 она уже не реагирует стоит не отпустить все работает может быть любой брелок такой такого не важно не важно нажимаем на этот брелок и второй брелок блокируется что происходит происходит то что на одной и той же частоте передаются посылки от разных пультов в данном случае сейчас соответственно система не может распознать этот код свой и соответственно не реагирует ни на что то есть вам достаточно иметь просто любой брелок на частоту 433 мегагерца которого нет в памяти данной сигнализации с хорошей батарейкой и все в общем то сигнализация обезврежена вот она работает пример вот берем датчик моргает снимем сохраны ставим на охрану нажимаем кнопочку брелка и пожалуйста срабатываем датчик можно сколько угодно его срабатывать все равно его никто не услышит да сейчас я успел раньше отпустил чем надо было вот я сейчас нажал и ставлю на охрану и бесполезно нажимаю и срабатывает датчик магнитоконтактный может сколько угодно раз срабатывать все равно его никто не услышит пока держу эту кнопочку просто забивается радиоканал разными посылками соответственно приемник не контроллер не может вычислить свой код соответственно ничего не происходит это примерно так же если бы два человека пытались разговаривать а между ними поставить приемник какой-то там громкоговорители которым музыку хотя бы не сильно но что-то там было соответственно они вы не дослышали друг друга переспрашивали вот тоже самое происходит здесь просто наложение сигнала еще какой недостаток у данных датчиков это батарея батарея крона крона и сработал здесь крона здесь а 23 12 вольтовая батареечка маленькая соответственно и емкость у нее не очень хорошие мягко говоря единственное и характеристика хорошая эта цена так-то емкость плохая и на морозе она умирает быстренько соответственно тоже самое в датчике движения крона тоже самое емкость маленькая то есть менять ее надо будет часто на морозе умирает быстро то есть применять ее только в отапливаемых помещениях еще один минус какой вы никогда не узнаете о том что разряжена батарейка но может быть в некоторые датчики начинает моргать там другим цветом зелененьким там но если у вас нет вы уехали куда-то в отпуск батарейка разрядилась то вы даже не узнаете что это так то есть никакой сигнала никто вам не подаст вот это что о минусах но теперь вот предлагаю сейчас подключиться осциллографом приемнику блока и посмотреть просто радио сигналы какие как это вообще выглядит все так ну вот я подпаялся к приемнику вывел оттуда два проводка подсоединил осциллограф и мы видим сигналы просто шум эфира так называемый тут что сейчас есть в эфире он всегда 433 мегагерц грязный диапазон очень много устройств работает вот сейчас мы нажмем брелок и увидим стройные пачки импульсов если сейчас зафиксируем вот мы остановим можно рассмотреть сигнал этот вот от брелка вот это посылки импульсов которые передает брелок либо датчик и принимает контроллер приемник сначала центральное устройство обрабатывает микроконтроллер распознает свой или чужой сигнал соответственно все сигналы они разные у каждого своего пульта будет свой сигнал правда бывают микросхемы кодирования немножко разные его 1527 там на заводе уже код зашит то есть его нельзя изменить а есть самые такие доисторически можно сказать 60 62 02 забыл называется в общем там перемычками можно выставлять это вообще очень старые микросхемки давно забытые всеми кроме как китай активно используют вот такие вот они вот тут ряд перемычек можно самому задавать какой-то код вот соответственно меняется кодовая посылка этим можно все датчики вот в данном в данном варианте можно несколько датчиков в один код сделать сделать одинаковым кодом но вот в более современных там код у всех разный на заводе как бы программируется посылка как я и говорил она статическая то есть не изменяется всегда одинаковый код посылается в эфир пачки вот они идут пачки импульсов контроллер должен распознать из них две две пачки соответственно если они совпадают с теми что хранится у него в памяти он узнает что это свой свое устройство соответственно какое-то действие воспроизводит то ли это будет тревога то ли это постановка снятия если он распознает это брелок как брелок теперь посмотрим что будет если нажать какой-то пульт вот я нажимаю один пульт чужой соответственно вот от сигнализации пульт мы видим что пачки куда-то пропавали идут идет полный шум в эфире реакции соответственно сигнализации нет сейчас я отпускаю этот брелок сразу ставится на охрану снимаем сохраняем пачки импульсов микроконтроллер обрабатывает если два раза две пачки совпадают с тем что есть памяти значит признается как свободе устройство соответственно ну вот в общем то и все да давайте посмотрим на какой частоте они работают тут сканер не знаю видно будет или не видно вот здесь на дисплее 432 и 8 мегагерц в принципе все они на этой частоте работают от 432 и 8 ну плюс минус там видим батарейка слабенькая чё-то так датчик 432 и 8 пытается дозвонить вот в общем то такой обзор получился того о чем не говорят производители и продавцы данных устройств как можно их обезвредить соответственно что вам понадобится опять же брелок лучше вот с выносной антенкой брелочек с хорошей батарейкой и все в общем-то нажали самое главное быть не очень далеко от центральной панели чем ближе будете центральной панели тем эффект будет лучше то есть соответственно если датчик установлен где-то на двери вы через стену просто поднесете этот пульт включите и можете заходить свободно так что китайская сигнализация главное что у ней хорошего хорошего у ней цена и пиар который в интернете нажимаем и снимает пытаемся в общем то вот все спасибо за за внимание